Мне кажется, методы воспитания детей можно разделить просто на два, на две категории. Все, что делается из любви и все, что делается из эгоизма, я бы так сказала. То есть где-то мы делаем что-то, потому что нам так удобнее родителям, а где-то, потому что это делается для них. У нас в семье принято считать, что у меня самый ужасный характер вообще из всех детей. Ну я еще самая младшая, избалованная, меня запрещалось бить вообще. Ну за что я очень благодарна, я не представляю вообще, что было. Меня бы это сломало, например. Я очень, я просто ненавижу, когда я вижу, как родители просто по жопе шлепывают детей. Я считаю это неприемлемым. И крик тоже, крик это почти то, это то же самое, блин, что и удар. Просто он по ушам, по психике крик. Я никогда на детей не кричу. Я могу просто чуть-чуть повысить голос, чтобы это построже, поубедительнее прозвучало, чтобы ребенок немного остановился и понял, что я серьезно говорю, да. Ну ни в коем случае не крик вообще. У меня один брат получается, он старше меня на 4 года. Мы с ним очень сильно цапались, вообще страшно в детстве. Просто как кошка с собакой. Я помню момент, когда я за ним погналась с топором для мяса или для чего. Я прям гонялась за ним по дому. У нас, по-моему, меня или папа меня остановил, или мама. Я была в ярости. Я не знаю, что бы я сделала. Что-то он меня так довел. Ну и я тоже. Короче, друг друга мы доводили. Сейчас спокойно. Можем иногда о чем-то поспорить. Ну в целом, как-то это, выросли и не о чем уже спорить. Очень разная, бываю очень разная. Я бываю очень строгой, холодной бываю. Бываю очень теплой, очень дружелюбной. Думаю, что я гораздо ранее, чувствительнее, чем это может показаться. И теплее, гораздо теплее, чем это может показаться по соцсетям. Там обычно на фотографиях я гораздо серьезнее. Вот, и так меня можно задеть, на самом деле ранить. Я могу это просто не показать, уж тем более в соцсетях. Относительно недавно с блогером из Аша. Вот, ну он простой парень. Вообще никаких претензий к нему нет. Я понимаю, почему он там так думает. Приехал Костя, потому что моя подруга, она зашла в прямой эфир. Офигела просто от моего состояния. Ну у меня было в тот день плохое состояние моральное. Вот. Она увидела, срочно названивала Костя, чтобы он срочно приехал, остановил это. И так это смешно получилось больше, что я там что-то разглагольствую про, в общем, про то, что там женщина сама решает. И приходит муж с таким сыром лицом вырубает. Вообще прикол. Классно получилось, но я очень благодарна, что он остановил, потому что у меня там вообще уже какая-то истерика началась. Мне так стыдно потом было на следующий день за это все. Близких, друзей, вообще людей, которым я доверяю, я думаю, да. Ну не так, конечно, не в десятках. Ну достаточно. Мне кажется, семь или десять человек точно есть в окружении, которым я очень доверяю. А уж совсем такие вот, ну близкие, близкие, близкие подруги, их, наверное, вот три где-то. Где-то три близкие подруги. Ну и муж. Мне кажется, вот муж у меня самый-самый такой, самый близкий, самый лучший друг, который меня вообще в самых-самых разных состояниях видел. То есть с ним вообще не нужно никаких масок, никаких прелюдий в разговорах. Все вот просто, просто я и просто он. В плане классно, мне кажется, это вот настоящая дружба. Вообще, мне кажется, в браке основой всегда должна быть дружба такая. У мужа нет папы, он вот вырос с мамой и с бабушкой своей. Бабушка его, это вообще такая женщина невероятная. Она уже получается про бабушку, нашим детям. Вот знаете, больше, чем мама мужа, больше, чем моя мама, она провела время, больше времени провела с нашими детьми. И она такая, вот все знает. И не так, что, нет, вот по-моему сделаю так вот правильно. Она просто советует, и мы прислушиваемся, и действительно хорошо все получает. В общем, мы оба и работаем, и оба с детьми, и по дому оба. Вот, по мелочам где-то, конечно, то, что, я не знаю, банку открыть, или что-то поэлектричествовать, или починить, это, конечно же, он. Вот, готовка большая, занимаюсь. Ой, ну я люблю делать иногда салат мимозу, там, где и яблоки, и рыба. И вот рыбу я, там, яблоки, рыба, ну, конечно, такой супер-майонезный салат. Еще супер-майонезное блюдо есть, тещин язык называется, знаете. Баклажаны жареные с яйцом такие, между ними язык, сам помидор, и много чеснока. Вот что-то такое вот чесночное я люблю. Оба разные, сын очень такой шебутной, болевой, громкий, он гораздо более эгоцентричный, чем доча. Доча гораздо спокойнее, послушнее, мягче. Как-то так получилось, я вот списываю это отчасти на то, как прошли роды. Вот, правда, во время первых родов я так офигела от того, что это такое. Я вообще не ожидала такого ужаса. Я как-то, я ходила там на всякие курсы, читала всякие книги, где там это все так рассказывается вообще, не знаю, священный ритуал. Там, блин, я не знаю, слияние с космосом, там вдох и выдох, и ты там в раю. И на свой этот момент, и просто матой рекой, все, ненавижу. Вообще там какой-то космос, это был такой ад, это был самый... Я же еще дома рожала, вот, я была дура такая. Я там начиталась, что у нас в больницах жесток. Ну, это, конечно, есть, но не настолько все критично, чтобы рожать дома. Особенно первые роды. В общем, 11 часов подряд я, получается, проживала схватки дома, в зале, вот, с мужем бедным, который уже там вообще в белой горячке мне тер эту спину, свечи там зажигал в разные, господи, под какие-то индийские всякие там эти, блин, ужас. Потом мы с полным раскрытием мчались в больницу, и слава богу, слава богу, что это произошло в больнице, потому что ребенок еще шел с рукой возле головы и 4 кило весом. Короче, вообще сумасшедший дом. А с дочей, ну, совсем это по-другому было. Мы с мужем спокойно уже заранее обо всем договорились, были в палате, танцевали, мы смеяли. Вот, знаешь, схватки я вот реально просто сосредоточена, дышала, проживала спокойно, без истерики. Вот, между схватками мы смеялись, танцевали, по палате ходили. И так прекрасно было. И это вот проявляется, где-то я вижу в сыне очень много бунтарства такого вот, сопротивления бывает. А у дочи как-то у нее все так мягко. Вообще все началось с того, что у меня была выставка в 2016 году, первая выставка. Я решила заработанные деньги с картин в тот раз отдать, в общем, деткам. Вот, и об этом написали. Написали просто, как вот есть девушка, 20, ой, сколько, или 18, не помню, сколько у них было. Вот она вот так вот сделала. Причем я не просила вообще, я не просила об этом писать. И тогда в фейсбуке, я помню, в комментариях кто-то написал, что это дочка Атамбаева. Вот, и это подхватили журналисты и люди. И вот тогда начался такой кипиш. Я помню, мне от этого было очень плохо. Мне от этого было максимально просто плохо. Потому что, сколько я себя помню, я всегда избегала того, чтобы кто-то говорил про мою принадлежность вообще, ну, к такой семье, да. Особенно в школе. Мне это было очень болезненно. Для меня всегда ходила по стенке, всегда тише всех. Я не знаю, я вот пытаюсь сейчас объяснить, почему это было так болезненно. Особенно, когда охранников приставили, и я от них там убегала, что-то я не делала, блин, ужас. Ужас, ужас на этом истории, на самом деле. До сих пор иногда стыдно вспомнить, как я могла рассердиться на охранников, что они там поставили какой-то контроль мне на телефон. Самое ужасное, это зайти случайно в комментарии, или не случайно, а просто в порыве, вот, и увидеть там что-нибудь вроде, боже, сколько она вам заплатила, что вы ее постоянно вытаскиваете, как-то надоело, блин, я наоборот думаю, боже. Короче, да бывает как-то обидно, как ребенок могу такую вот, просто вот детскую обиду от несправедливости какую-то почувствовать, но никогда не покажу. И даже, особенно вот у себя на странице, я стараюсь всегда максимально-максимально вежливо, максимально нейтрально отвечать, как будто бы я мудрец, постигший нирвану, и на все я смотрю исключительно объективно. Очень стараюсь, но бывает обидно. Есть разные мнения насчет того, нужно ли художнику образование. Я вообще его, честно говоря, получила для камочки, потому что родители более консервативны на этот взгляд, да, они считают, что диплом обязательно должен быть. Я, конечно, читала по-другому, не знаю ни одного художника, которому диплом пригодился, но я только рада, потому что, когда ты делаешь ту же самую абстракцию, что-то совершенно там из рамок вон выходящее, все равно это выглядит более серьезно, когда ты знаешь, что у художника есть диплом о высшем художественном образовании, то есть он умеет, он владеет техникой, и если он захочет, он может сделать самый стандартный натюрморт или портрет, а значит, он выбирает эту абстракцию не из-за того, что он не умеет. Но мне кажется, все равно при трудоустройстве это где-то играет роль, даже если у тебя вообще в другой области диплом, все равно это какая-то такая галочка ставится где-то. Да такого нет на самом деле, чтобы вот я думала, что так вот надо будет мне через полгода что-нибудь такое сделать, чтобы всех удивить. Вообще такого нет, как-то захотелось, допустим, украшения представила, как-то сложно найти вообще в магазинах украшения, которые мне нравилось бы. Вот я люблю что-то такое невычурное, я не люблю все эти бесконечные стразы, или вот, ну что-то обычно моя мама мне дарит, но с разными вкусами, что-то такое вот цветочек, внутри цветочка там бусинка, вокруг бусинки там пять бусинок, такое вот, ну не очень люблю. Подумала, прикольно было бы что-то вот по своим мотивам сделать и сделала. Наверное, из этой серии самое любимое, любимое мое украшение, это хорошо и плохо. На одном ушке такое хорошо, на другом плохо. Ну прям, это просто максимально концептуально носишь, как напоминание о себе, о том, что все очень иллюзорно, реально. Ну блин, мне не нравится идея предопределенности судьбы. Мне не нравится эта идея, какое-то чувство обреченности, она прям состоит, честно говоря. Конечно, все в наших руках, но вместе с этим, ну я верю, что какие-то вещи просто так происходят или должны будут случиться в искренности. Субтитры сделал DimaTorzok